Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Алина Сокина. Я расскажу вам о новинке книжного фонда Дворца книги сборники Алексея Слоповского «Туманные аллеи». Алексей Слоповский – один из самых непредсказуемых современных авторов. Он прозаик, драматург, сценарист, финалист премии «Большая книга» и «Русский букер». Каждая его новая книга – это эксперимент над жанром, над собой и над читателем. «Туманные аллеи» – это цикл рассказов, написанный по мотивам «Темных аллей» Ивана Бунина. Это игра, эксперимент и даже немного исследования. С позапрошлого века многое изменилось, но стали ли другими сами люди, их чувства и отношения? Автор многое знает о том, что рассказал Бунин. «Туманные аллеи» – в окрестностях поселка Вербилки, что в сотни километров от Москвы, на берегу реки Дубны находится пансионат, называемый Гелиопарк. Места там чудесные, кругом лес, река течет плавно и тихо, можно ловить рыбу и прогуливаться на лодках или просто сидеть на берегу и думать, отдыхать. Для этого сюда и приехал муж с женой, ему под пятьдесят, ей тридцать пять или чуть больше. «У них ужин с семи до восьми», – сказал муж, изучив листок с распорядком, лежавший на столе. «Опоздали, но есть кафе, сходим или прогуляемся сначала, или вещи разложим, как хочешь. Ты покладистая сегодня, даже странно». Она действительно была какой-то задумчиво рассеянной. Обычно женщины на отдыхе озабочены, иногда даже больше, чем на работе. Это ведь дело серьезное – осмотреться, все разложить и расставить, выяснить, где тут что, составить план развлекательных мероприятий, а уж потом можно расслабиться и получать удовольствие. Но она была в каких-то своих мыслях, в котором трудно прислушиваться, и муж подсматривал на нее вопросительно, однако вопросов не задавал. «Ладно, прогуляемся», – решила. Отправились к реке. «Отличное название вербилки», – говорил он. «Так бы и назвали пансионат. Нет, гелиопарк, видите ли. Тогда уж солнечный парк просто и мило». «Тренд такой, мода». Концерт балалайшников не звучит. Балалайка шел уже интересно. Кому? Кому-нибудь. А вокруг слался туман. Чем ближе к реке, тем он становился гуще. Кусты обволакивало им, как ватой. «Красиво», – как сказала она. «Да». Вот тоже загадка. Почему нам это нравится? Почему туман красиво? С чего мы это взяли? Просто красиво и все. Просто ничего не бывает. На самом деле нет ничего красивого, или некрасивого. Всякой красоте есть практическое объяснение. Туман, влага, вода и жизнь. Поэтому нам и нравится. И он редко бывает. «Умница, садись пять». Верно. Что редко, то и красиво. Вот цунами, тайфуны. Страшно, но красиво. И тоже редко бывает. Но люди же гибнут. А чего ты хотела? От красоты всегда гибнут. Сказал, да? Хорошо, сказал. Это что за деревья? Стволы такие толстые? Кажется, липы. Кругом шиповникалый цвел стояли темных лип аллеи. Бунин, да? Хотя это не Бунина стихи. А чьи? Огарева. И у него не так. У него вблизи шиповникалый цвел стоялых темных лип аллеи. Каждый помнит, как запоминает. Наверное, да. Был шиповник вблизи, и аллея одна. А захотелось, чтобы кругом цвел шиповник везде, и чтобы аллеям было много. Всегда хочется, чтобы было много. Так мы устроены. И замусорены, да нельзя. Чего только в голове нет. Я вот Бунина вспомнил. А что за деревья, не знаю. Может, липы. А может, вязы какие-нибудь. Или клёны. Нет, клёны другие. Я слов знаю больше, чем настоящих вещей. Грустно. Идёшь вот так в тумане. Нет бы просто любоваться. А в голове и сказка про ёжика, которая тоже в тумане, и песни всякие. Туман, туман, густая пелена. Фальшивым баритоном пропел мужчина. Это что? Из советского времени ты вряд ли помнишь. Какой-то вио пел. Вокальный инструментальный ансамбль. Нет, правда. Тот вымрет человек или трансформируется. Будет какая-нибудь неорганическая цивилизация. Плазменная какая-нибудь. И для них все эти наши красоты будут звук пустой. И все наши драмы, все эти Анны Каренины, Раскольниковы, Ильиады и Одиссей, они просто не поймут эту чушь. Будут носиться по космосу, питаться кварками, размножаться молниями. И все, чему мучились и чему радовались, исчезнет. Но они тоже что-то любить должны. Как думаешь? Интерес тоже к чему-то должен быть. Не только же куски чистого разума по вселенной шляться будут. Любовь протона к нейтрону. То есть к нейтроньше. Она мерцала зеленым цветом. Ее бока были безупречно круглы. Она летала по модной траектории, изящно и волнующе. И у нее сердце оборвалось. Стоп, сердце не будет. А что тогда будет обрываться? Ты чего? Ему почудилось в том, как она на него смотрит легкая снисходительность, умиление матери, любящей своим умствующим ребенком. Ребенку было бы приятно, а ему стало немного досадно. Все это, между прочим, не такая уж теория, сказал он. Мы же по чужим установкам живем и по чужому примеру. И даже удобно. Вот джинсы, футболки, кроссовки. Нормально. А сто лет назад шли бы мы в кренолине, я в камзоне каком-нибудь. За кусты цеплялись бы, но тоже считали бы, что нормально. Понимаешь? Глупо говорю, что ли. Ты чего смеешься? Я не смеюсь. А что? Такая загадочная ты сегодня. Да нет, просто отдыхаю. Выкинул все из головы. И правильно. И мне надо. Вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. На одном дыхании. Советую к прочтению. Интересные, наполненные историей. Немного ностальгии по прошлому. Художественную литературу в современности покупаю крайне редко. Для этого автора сделала исключение. Книга состоит из коротких рассказов. Эдакая стилизация Бунина на современный лад. Про разную любовь и не только. Язык легкий, читается быстро. Получился такой живой и невесомый мазок в моей загруженной тяжелой литературной библиотеке. Рассказ как Жанн потихоньку вымирает на мой многолетний читательский взгляд. А вот новая книга рассказов Алексея Слоповского меня немного в этом переубедила. Называть его современным Буниным не стоит. У каждого настоящего писателя должен быть свой стиль, свой почерк. И у Слоповского, безусловно, это все есть. Рекомендую любителям отечественной и современной классики. Они подошли к крутому берегу, спустились по деревянной лестнице. У дощатого причала покачивались круглые лодки, тихо постукивая бортами и позвякивая цепями. Человек в брезентовом плаще закрывал дверь фанерной будки. Наверное, он заведовал этими лодками. Вы тут хозяин? – весело и громко спросил мужчина. – Завтра приходите. Черт, досадно. Понимаете, штука какая? Человек так устроен. Мы даже и не собирались кататься. И если было бы можно, еще подумали бы. Но вот нельзя и сразу очень хочется прокатиться. Просто парадокс. Но для вас тут в чем дело? День скучно, вам заплатили, вы дали лодку, весла и все. Тут же платные лодки? Конечно. Ну вот, а теперь все интереснее. Вы можете дать, а можете не дать. Вы уже не просто лодочник, вы вершитель судьбы. Вы, конечно, можете не дать лодку, мы поймем. А можете сделать нас счастливыми. Не каждый день бывает возможность кого-то осчастливить. Женщина улыбалась. Первые годы совместной жизни она стеснялась этой манеры мужа говорить витиевато в простых ситуациях и с простыми людьми. А потом привыкла и поняла, что многим из простых людей это нравится. Их как бы приглашали в другую область отношений. Им показывали доверие. Их заведомо считали достаточно мудрыми, чтобы взглянуть на общий предмет с необычной точки зрения. Хотя встречались и непрошибаемые, которые такое приглашение к мудрости только злило. Им было удобней в привычном обиходе. Человек плаща, похоже, не очень слушал. Нагнулся к одной из цепей и что-то там делал. Распрямился, повернулся. Оказался совсем молодым. Лет 25, не больше. Он подал мужчине замок. Когда вернетесь, цепь на замок и просто защелкните. Она без ключа закрывается. Дальше моста не заплывайте. Долго тоже не надо, а то ко мне претензии будут. Спасибо огромное. Мужчина достал бумажник, глянул. Наличности нет. Только карточки. Завтра заплатите. Весла потом вот туда положите. В лодке не оставляйте и не утопите вашу спутницу, а то с меня спросят. Говоря это, он поглядывал на женщину с иронической полуулыбкой, с легкой и веселой ахальностью в глазах. Знаю, знаю, зачем к нам в пансионат мужики в возрасте приезжают с молоденькими, хорошенькими женщинами. Ничего против не имею, хотя я на всякий случай молод, свободен и собой неплох. Женщина в ответ улыбнулась, чтобы доставить ему удовольствие, но все же сказала. Не беспокойтесь, муж хорошо с веслами управляется. Лицо молодого человека тут же стало подчеркнуто приличным и служебным. Тогда нет проблем. Он ушел. Муж, отталкиваясь от причала и начиная грести, добродушно ворчал. Благодетелем и вправду себя почувствовал, а на будке табличка до девяти. Он всего лишь свою работу выполнил. Лодка скользила в тишине. Он окунал весла аккуратно, будто жалея, что приходится нарушать гладкость воды. Берега были плохо видны в тумане. Но выше все еще было ясно, и сквозь верхушки деревьев просверкивали лучи уходящего солнца. Показался мост, высокий, железнодорожный, в треугольниках металлических ферм. Казалось, он перекинут не от берега к берегу, а от деревьев к деревьям. «Мост», — сказала она, он оглянулся. Да, всегда, когда вижу такой мост, вспоминаю кадры из фильма Германа «Проверка на дорогах». Помнишь, когда партизанам надо было взорвать мост, а под ним баржа наши пленные? Жуткая сцена. Герман вообще был жуткий. Поворачиваем, еще поплывем. Очень уж хорошо. Он поднял веслу, уложил вдоль бортов, лодка двигалась сама по течению. Она опустила руку, смотрела, как вода обтекает пальцы. «Кувшинки», — увидел он, хороший знак. «Если есть кувшинки, значит, вода чистая». И это даже странно. У них, говорят, краску с фарфорового завода сливают. Я читал, можно сходить на экскурсию, посмотреть, как это делается. Сходим? Может быть. Знаешь, похоже, я беременна. Похоже, или... Или... Да, точно, теперь уже точно. Обычно очень словоохотливый мужчина молчал. Он смотрел на свою руку. У него была дочь от первой жены погибшей, а еще сын, живший со своей матерью отдельно. И у нее теперь тоже имелся сын от первого брака. Они жили вместе уже шесть лет, а совместного ребенка речи не шло. Писатели всегда манили и раздражали темной аллеей Бунина. Манили тем, как они написаны, раздражали многим. И нелепым эротизмом, и книжностью разговорного языка, и отношением к женщине. Алексей Слоповский знает все то, о чем написал Бунин. Те же или подобные истории произошли с ним, с его друзьями или знакомыми. Писателю захотелось понять, а как живут сейчас эти знаменитые сюжеты? Сравнить два времени. Уловить перемены в людях, в языке и в том, что мы называем любовью, понимая под этим каждое свое. Туманные аллеи структурно полностью повторяют аллеи темные. Более того, каждый рассказ Слоповского предварен эпиграфом из будинского сборника. Безусловно, сравнить два времени – это задачи очень интересные, однако брать за основу именно произведения Бунина – решение спорное. А узнать, можно ли повторить знаменитые будинские темные аллеи, можно только прочитав книгу. А найдете вы ее в центре чтения и читальному зале Творца книги. А вы читали Алексея Слоповского? Делитесь в комментариях.